Должникам запретят вступать в брак, а нашедший чужой телефон и присвоивший его будет считаться вором. Какие еще законодательные инициативы предлагают народные избранники, расскажем в обзорном материале программы. Заплати долги и женись. Федеральная служба судебных приставов предложила новый рычаг воздействия на должников. Вслед за ограничением на выезд за границу гражданам, имеющим непогашенные задолженности, могут запретить вступать в брак. По мнению приставов, это более цивилизованно, чем переписывать имущество граждан. Между тем, в Госдуму уже внесен законопроект, позволяющий исполнительному органу изымать водительские права у должников по алиментам, а также привлекать к ответственности работодателей, задерживающих выплату зарплаты, с которой взыскиваются алименты. Нашел и присвоил чужое? Значит, украл. Московский областной суд будет рассматривать нашедшего и оставившего себе вещи как вора. Поводом для обсуждения этой инициативы стала забытая в московском аэропорту дамская сумочка. Вещь нашел молодой человек и забрал оттуда все деньги. Женщина о пропаже вспомнила сразу. Нашедшего быстро вычислили и призвали к ответу. Суд первой инстанции приговорил мужчину к четырем годам условно за кражу. Осужденный подал апелляцию. Подобная практика может быть применена и к ситуации с нахождением мобильных телефонов. Запретят узаконивать самострои. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому гражданин, самовольно построивший некое помещение, не будет иметь на него права собственности. То есть не сможет распоряжаться постройкой, продавать, дарить или совершать другие сделки. Авторы законопроекта считают, что имеющийся порядок выдачи документов на незаконные здания надо менять. С одной стороны, он позволяет оформить незаконно построенный дворец и даже дает возможность строителям возводить многоэтажки на шести сотках.